Я хочу сегодня, чтобы мы вместе открыли послание апостола Иакова, третью главу. Здесь, в этой третьей главе, апостол пишет о важности наших слов, о важности языка. Я хочу обратить ваше внимание в шестом стихе, апостол пишет, что язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Сегодня я не буду говорить о языке, но вот это выражение, которое использует апостол, круг жизни, слово греческое здесь стоит трохос. Трохос означает колесо, колесо, то есть он дословно говорит о неком колесе жизни. И колесо, оно во многом является символом жизни, вот круговорота жизни. Род проходит, и новый род приходит. Мы недавно праздновали Новый год, вот закончился прошлый год, но снова круг крутится, и вот уже Новый год начинается. Один месяц заканчивается, другой месяц начинается, только солнце вроде бы взошло, идет по небосклону, идет к закату, на следующий день снова восход. И именно смотрите, об этом пишет Экклезиаст в самой первой главе своей книги. Смотрите, книга Экклезиаста, первая глава, второй стих. «Суета, сует», — сказал Экклезиаст, — «суета, сует», — «все суета». И вот третий стих. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется к тому месту, откуда реки текут. Оно возвращается, чтобы опять течь. Все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухослушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Иногда считают книгу «Экклезиаста» такой книгой пессимистов, что там вроде все так вот как-то мрачно, безысходно. Хотя мне кажется, что книга «Экклезиаста», и как-то чем больше я живу, тем больше как бы понимаю, «Экклезиаст» просто показывает, что если мы смотрим на жизнь, то все крутится, вращается. Мы как-то, когда с Дианой были в Норвегии, мы посещали парк, там есть такой парк больших каменных скульптур, называется «Вигеланд». И там много скульптур, и одна скульптура называется «Круг жизни». Вот я даже изображение хочу показать. «Круг жизни». И вот там показано, как бы один человек хватается за другого человека, и вот так вот крутится жизнь, там младенец, юноша, мужчина, пожилой человек, старик, и вот так вот снова. И там вот это круг жизни. И в принципе вот такой образ, образ круга жизни, он не только встречается в Священном Писании, но во многих, о многих древних книгах, да, что жизнь, она словно, словно вот идет так по кругу. Одно сменяет другое, но все снова повторяется, и повторяется, и повторяется. И я специально сегодня попросил, чтобы принесли колесо, как вот символ жизни, да, вот колесо. Закончился 2015, начинается 2016. И хотя мы еще не видели, но мы представляем, что однажды 2016-й тоже закончится, правда же? И будет 2017-й. Мы сейчас живем, и зима, сугробы, холодно, но мы знаем, что наступит время, и будет плюсовая температура, правда же? Наступит, потому что, не потому что вот что-то новое случится, это уже было, но это повторится. Точно так же в нашей жизни, день за днем, все крутится, все повторяется. И вот, знаете, если мы смотрим на жизнь, вот этот образ, который и в Ветхом Завете дан нам, и в Новом Завете, Иаков об этом пишет, вот этот круг жизни, да, у круга есть центр, а есть обод. И есть вот эти спицы, которые соединяют центр с ободом. И говоря о жизни человеческой, мы понимаем, что, да, у нас точно так же есть вещи, которые вроде бы в центре, главные, а есть то, что на периферии находятся. И Писание очень много говорит о внутреннем, центральном и внешнем. Писание говорит о плотском и духовном. Писание говорит о горнем и о земном. И Иисус тысячам людей, которые окружали Его, сказал однажды, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть сердце ваше может быть либо где-то вот в центре, либо на периферии. И в принципе все учения Христа, Его на горную проповедь, можно свести вот к этим словам, что «Ищите прежде всего Царство Божьего». То есть ищите главного. Иисус не учил уходить от мира и вообще отказываться от всякой внешней жизни. Иисус учил, что мы должны самое главное, самое первое в своей жизни отдавать духовным вещам, Царству Божьему. То есть вот находиться в этом. Да, есть жизнь, есть дела, есть заботы, есть земные вещи, но все-таки главное должно быть главным, а второстепенное должно быть второстепенным. Но все дело в том, что вот когда колесо крутится, я думаю, вы помните, со школы есть центробежные силы, да? И когда крутится, то выталкивает, вот если, ну, сколько есть всяких аттракционов, когда там ты находишься, там кружится, и тебя куда толкает? На периферию. Тебя толкает вовне. То есть такое чувство, что само движение жизни побуждает нас полностью погрузиться вот в это внешнее, в земное, в заботы. То, о чем экклезиас говорит, суета, сует. Почему круг жизни приводит к суете? Ведь Бог – источник жизни, Бог дает жизнь. Ну, почему в этой жизни мы порой так мало думаем вот о главном и изо дня в день посвящаем себя внешним вещам, заботам? Да потому что вот вот эти силы, они словно выталкивают нас. Не то, что в земной внешней жизни там что-то неправильное. Да нет. Но когда все твое сердце посвящено только внешним вещам, когда твоя жизнь превращается в суету. Мы хотим достичь успеха, мы ставим цели, мы хотим иметь хорошие результаты. И колесо крутится все быстрее и быстрее. И заметьте, чем быстрее крутится колесо, тем сильнее вот эта сила, да, тем мощнее эта сила, которая выталкивает нас извне. не случайно говорят, что ой, сегодня скорости увеличиваются, скорости увеличиваются. Сегодня век информации. Сегодня мы можем моментально там залезть в интернет и узнавать, что происходит в разных странах. Что происходит в эту же самую минуту, секунду, где-то за тысячи километров от нас. Сегодня много камер, и ты можешь наблюдать сейчас там, где там творится, там где-то извержение вулкана. Наблюдать просто в реальном времени. И казалось бы, скорости быстрее, информация быстрее, жизнь быстрее, автомобили быстрее, там самолеты летают быстрее. Все быстрее и быстрее и быстрее. И казалось бы, люди должны быть более счастливыми, более радостными, ведь скорости такие, то, что там раньше нужно было проезжать за неделю, теперь за час можно проехать. Однако врачи, психологи, психиатры все больше и больше говорят, что распространяется депрессия, уныние, усталость. Вроде бы возможностей больше, а радости больше не становится. Люди настолько погружены вот в эти внешние дела, внешние жизни, что вроде бы и делают много, и крутятся, и крутятся, и крутятся, но при этом возникает ощущение пустоты. и не случайно люди приходят в церковь, потому что ведь хочется что-то настоящее, то, что дает радость, то, что дает мир. И вот человек приходит в церковь, и тут, вы знаете, тоже возникает такая ловушка, когда человек приходит в церковь, вот там, Божем, ты где-то находишься, вот где-то во внешней жизни, ты приходишь в церковь и говоришь, Господь, я вот нахожусь здесь, я вот кружусь, 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 кружусь. Радости нет. Стараюсь кружиться быстрее, стараюсь сделать больше, а радости-то больше не становится, наоборот, меня все дальше выталкивает. Пустоты как будто все больше. И ты приходишь и говоришь, Господь, благослови меня, Бог, приди ко мне, дай мне мир, дай мне радость. И я нередко общаюсь с верующими, которые говорят мне, пастор, вот я вроде бы хожу в церковь, а радости-то больше не становится, а мира-то больше не становится. Потому что мы думаем, когда мы приходим в церковь, что мы продолжаем жить так, как жили раньше, так, как жили всегда. И Бог нас благословит радостью, миром, гармонией, там, где мы находимся. Но весь Новый Завет показывает нам, что христианская жизнь, это не просто жить, как все, но с помощью Бога. Христианская жизнь, это изменение, прежде всего, твое изменение. Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Если мы говорим, что Бог это центр, то мы должны двигаться вот к Нему. И заметьте, заметьте, вот чем ближе к центру, вот, положим, ты находился здесь, да, и вот круг прошел, и не знаю, какое расстояние, может, два метра, может, три метра, вот, может, метр, да, но когда ты находишься ближе к центру, тот же самый круг, но расстояние проходит меньше. То есть, смотрите, вроде бы тот же самый результат, а усталости меньше. мы же находимся на ободе и просим Бога дать нам мир, и мира никакого нет, мы так же крутимся, так же крутимся, и для нас служения церковные, молитвы, там, ночные молитвы превращаются в еще одни заботы. Вот нужно там на работу успеть, детей из детского садика забрать, еще в церковь не опоздать. У нас, как бы, к нашим заботам еще добавляются такие ворох религиозных забот. И покоят, они приходят, просто добавляется еще одно дело. Ведь можно ходить в церковь, как еще одно дело в жизни. Но когда для тебя церковь не просто еще одно дело, когда ты здесь находишь духовную жизнь, ты начинаешь идти словно вот от периферии к центру. И суеты в жизни становится меньше. А когда мы говорим о самом центре, то смотрите, находясь в самом центре, вообще мир и покой. Правда же? Колесо крутится, а ты находишься в центре. Придите ко мне. Не жди, когда Иисус придет к тебе, вот там, где ты находишься, и даст тебе мир. Да не приходит этого мира. Мир приходит по мере твоего приближения к Иисусу. По мере роста твоей духовной жизни. Потому что ты крутишься, крутишься, и думаешь, Господь, я кружусь так быстро, мне нужно твое благословение. Мне нужно твое благословение. Я уже так быстро кружусь, что я быстрее кружиться не могу. Благослови меня, чтобы я кружился еще быстрее. Ничего не успеваю, хочу еще быстрее. Просто вот эти гонки, 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 или говоря словами экклезиаста, суета, сует. А Писание говорит остановитесь и познайте, что я Бог. Остановитесь. Когда происходит остановка, тогда вот эта сила, уводящая нас от центра, она уменьшается. Иногда необходимо делать такие остановки, как в песне Макаревича, давайте делать паузы в словах. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому, своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать паузы в пути, остановки. мы хотим на бегу Божьего благословения, а Бог говорит, нет, я не собираюсь там на бегу что-то там совершать в твоей жизни. Ты приди ко мне. Хочешь мир? Хочешь покой? Да, Господь, приди ко мне. И с приближением вот к этому центру мира больше, а суеты меньше становятся. Гармонии больше, покоя больше. Иногда возникает такой страх, ой, я вот буду там Богом, буду молиться, буду искать Его Царство, а в это время все убегут далеко. я буду в аутсайдерах, там где-то плестись. Нам кажется, что нужно как можно быстрее крутиться. Бог говорит, да нет, будет тот же самый круг, а суеты будет меньше. То же самое, но при условии, что если ты будешь ближе ко мне, при условии, что у тебя будет духовная жизнь. Вот почему все Писание, оно показывает, что дух и плоть противится, плотское, оно тянет нас куда-то все время вовне, от Бога. Ну, ты там верь в Бога, но сам не плашай. Ходи в церковь, но давай, крутись, беги. И получается такой обман, когда для людей вера не становится жизнью, а просто каким-то убеждением, просто исполнением обрядов, просто какими-то ритуалами, а жизни-то у них реальной, духовной нет. И поэтому некоторые верующие спустя годы вдруг, если, конечно, нечестно сами с собой, вдруг обнаруживают, что он уже ходит в церковь не первый год, а Бога как-то он вроде и не знает. Он много знает о Боге, он много слышал проповеди о Боге, он на конференциях был о Боге, он поет о Боге, а вот самого Бога как-то и не переживал никогда. Вот почему бывает спустя годы вдруг как волна приходят сомнения, а есть ли он вообще? Думаешь, подожди, как это, я уже столько лет в церковь ходил, а разум говорит, ну ты столько лет в церкви, а что у тебя внутри изменилось, что ты думаешь, да нет, особо ничего не изменилось, та же суета. Сегодня все больше и больше разговоров про кризис, что сейчас трудное положение, там цены на нефть падают, как мы будем жить дальше, и все суетятся, материальное положение хуже становится в нашей стране, ты приходишь в магазин, за те же самые продукты ты платишь больше, а зарплата не увеличилась, и паника наступает, а вдруг еще, а говорят, к концу года еще хуже будет, думаешь, это мне и так непросто, паника внутри, суета внутри, и все, и мы видим, нервозность приходит в общество, и у верующих такая же нервозность приходит, люди нервничают, переживают, и потом ты думаешь, какое же отличие тогда между мной и другими, как будто вот они крутятся, и я кружусь, они нервничают, и я нервничаю, но я хожу еще в церковь, а они по воскресеньям спят, вот и вся разница, но ведь Иисус пришел не для того, чтобы чем-то занять нас в воскресенье, вот у вас шесть дней тут вы работаете, а в седьмой не знаете, что делать, я нашел в церковь по идее, а то как-то делать тебе нечего, да нет, Иисус пришел, чтобы показать нам есть главные вещи, ведь Иисус, смотрите, Иисус пришел не в сообщество атеистов и неверующих, Он пришел в страну, где были религиозные верующие люди, и эти религиозные люди преспокойно Его убили, Сына Божьего, Мессию посланного с небес, почему, да потому что религия даст тебе знание обрядов и ритуалов, но не даст тебе познание Господа, можно быть религиозным человеком, каждую неделю ходить в церковь, но при этом быть таким же пустым, как прочие люди, поэтому кризис все озлоблены и ты озлоблены, тяжелая ситуация, все нервничают и ты нервничаешь, говорят, вот, нужно еще работу находить, трудно, и ты тоже находишь, и вот суеты больше, крутишься, 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 приходишь в воскресенье, Бог устал, благослови меня, уже мочи не открутиться, и ты думаешь, что ты будешь продолжать вот так находиться на ободе, и крутиться здесь на ободе, ну просто Бог тебе поможет, а какой может быть мир здесь, Бог не собирается на твоих условиях тебя благословлять, Бог показал в своем писании, измени свою жизнь, хочешь мира, иди к центру, где твое сердце, ну не на словах, а в реальности, чему ты посвящаешь свое сердце, чему, я иногда вот замечаю, что начинаешь говорить с людьми о Боге, о вечности, и как-то возникает пауза, вот я металл с людьми верующими, вот говоришь там о ценах, говоришь о трудностях, говоришь о каких-то экономических, все имеют что сказать, а начинаешь говорить о вечности, возникает порой среди верующих пауза, ну да, ну понятно, но Бог-то это понятно, Бог, Бог — это Бог, это главное, но об этом главном нужно в воскресенье говорить. А сейчас не воскресенье. Вот давай в воскресенье мы придем в церковь, вот тогда подумаем о Боге, поговорим о Боге. А сегодня — будний день. Но когда для тебя что-то главное, то это главное не только в воскресенье, оно главное всегда. У многих из вас паника, у многих из вас нервозность. Многие в тоске, в печали, в депрессии. Потому что вот сам вот ход жизни выталкивает вас, этот круговорот жизни куда-то вовне. И вы находитесь здесь со всеми прочими людьми. И вы живете по стихиям этого мира, вы суетитесь, как этот мир. И ваша жизнь точно такая же. Суета, сует, говорит Экклезиаст, все суета. И Писание учит нас. Ищи прежде всего Царство Божьего. Прочее приложится к тебе. А мы ищем всего. Мы думаем, ну, Царство Божьего — это как-то... Мы ищем всего. Мы ищем денег, мы ищем успеха в жизни, мы ищем карьеры, мы ищем образование, мы ищем информацию, мы ищем развлечения, мы ищем спутника жизни. А Царство Божье, ну, Господь, ну, прилагай ко мне, я ведь все-таки в церковь-то тоже хожу. Но посещение церкви ничего не значит. То, что ты посещаешь церковь, это не значит, что ты ищешь Царство Божье. Не значит. То, что ты ищешь, показывает, где находится твое сердце. Каждый день. Каждый день. Бог и говорит, ищи меня. И когда ты ищешь, когда духовное главное в твоей жизни, когда вот тут твое сердце, тогда ты вдруг обнаруживаешь, и мир приходит. Все суетятся, а у тебя внутри гармония. Вокруг кризис, а у тебя внутри покой. Потому что ты в этом мире, но ты не от этого мира, ты от Него. Он наполняет тебя. И вот драгоценное не случайно, вот если мы с вами посмотрим, есть одно из любимых моих мест в Новом Завете, о котором я люблю подшучивать, но сегодня будет серьезно. Давайте откроем вместе с вами Иезекииль, 10 главу. Иезекииль, 10 глава. Здесь пророк описывает видение славы Божьей, и он описывает Херувимов. Вот смотрите, 10 глава, 9 стих. И видел я вот четыре колеса подле Херувимов, по одному колесу подле каждого Херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. Я сейчас не буду все детали пояснять этого видения Иезекииля, или разбирать, кто такие Херувимы, но вот когда читаешь описание славы Божьей, вот эти дивные животные, Херувимы, то вместе с ними были колеса, и куда направлялись там животные или Херувимы, и колеса шли. Они шли, колеса шли. Они останавливались, колеса останавливались. Они поднимались, колеса поднимались. И вот если сравнить, как мы говорили, если колесо как символ жизни, круг жизни, колесо жизни, точно так же, когда мы движемся, наша жизнь движется с нами, мы останавливаемся, жизнь, И жизнь останавливается. И вот, смотрите, как символ жизни тапаз, да? По виду как бы из камня тапаза. Тапаз – полудрагоценный камень. В Ветхом Завете в одежде первого священника тоже были камни тапаз, там был такой нагрудник. Вот там украшен был тапазами. Там разные камни были, и тапаз в том числе. И я не великий специалист в геологии. Я посмотрел, думаю, а что за камень тапаз? И я узнал, что оказывается тапаз – камень, который бывает совсем разных цветов. Бывает коричневый, желтый, золотистый, синий, голубой, розовый, оранжевый. Но чаще всего, говорится в энциклопедии, он такой прозрачный, бесцветный практически. И вы знаете, вот точно так же наша жизнь, да? Вот она может быть совершенно разных цветов. Вот вроде бы все мы живем, но жизнь не отличается. И вот смотрите, 10 стих. И по виду все четыре сходные, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. И там вот поясняется здесь, в других местах, что вот как раз были глаза. Глаза – то, что видимая жизнь, да, внешняя жизнь. Очень многие живут чисто видимыми внешними вещами. И вот смотрите, 13 стих. «Колесам сим, как я слышал, сказано было Гал-Гал». Очень интересно, если колесо – символ нашей жизни. то именно к колесам, то есть к жизни, говорится Гал-Гал. Гал-Гал – это конкретное географическое место в Израиле. Это самое первое место, куда пришли израильтяне, когда вошли в обетованную землю, перейдя через Иордан. Вот смотрите, книга Иисуса Навина, 4 глава. Книга Иисуса Навина, 4 глава, 18 стих. «Когда священники, несшие ковчег Завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих». То есть пока священники с ковчегом стояли, вода остановилась, и весь израильский народ перешел через Иордан на другой берег, в обетованную землю, прошли посуху. И вот когда все перешли, тогда священники с ковчегом вышли из Иордана, и река снова потекла. И вот смотрите, 19 стих. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значит эти камни, скажите сынам вашим. Израиль перешел через Иордан сей по суше». Мы знаем, что обетованная земля это было то место, которое Господь приготовил для своего народа. В эту обетованную землю путь был непростой. Были страхи, были переживания, было многолетнее блуждание по пустыне. И вот, наконец, израильский народ перешел через Иордан и оказались в той земле, о которой Господь им давным-давно говорил, которую Он для них приготовил, которую Он им обещал. И точно так же драгоценные, если мы говорим сегодня о Церкви Божьей. Не случайно апостол Павел, обращаясь к Церкви, говорит, что то, что происходило в Ветхом Завете с Израилем, это словно видимые образы того, что происходит с нами в духовном мире. Точно так же Господь желает вести нас. Не то, что ты вот жил в Египте, в мире, и ты говоришь, Господь, я жил в Египте, я буду жить в Египте, просто благослови меня. Как я крутился здесь в суете, жил по законам и принципам этого мира так и буду жить, но благослови меня. Нет. Бог говорит, ты иди ко мне. Это новая жизнь, духовная жизнь. И вот Он выводит нас, и мы направляемся туда, куда Он желает. Мы идем туда, куда Он желает. Мы направляем колесо нашей жизни по Его воле. то есть к центру, когда Он главный. На этом пути есть очень много всяких испытаний, когда люди и роптали, и были недовольны, и на пастора роптали Моисеем, и на Бога роптали. То есть драгоценные, вот этот путь, путь, который они прошли, сегодня этим путем идет наше сердце. от обода к центру, от плотского к духовному, от земного к горнему. И по сути, вот каждый из нас находится где-то здесь. Кто-то ближе к центру, и у него мира ближе. Кто-то ближе к ободу, и суеты у него больше. Бог нас ведет, Бог нас ведет. к зрелости, к совершенству, к тому, чтобы Он реально был центром жизни, а не просто номинально или формально. То есть на словах Он главный, мы ходим в церковь, но в реальной жизни все не так. Вот Бог желает, чтобы это стало настоящей реальностью, Он центр. И мы идем вот в эту обетованную землю. Жизнь, связанную с Ним, жизнь, наполненную им. Эта жизнь, конечно же, отличается от жизни людей этого мира не только тем, что мы по воскресеньям ходим в церковь. Эта жизнь отличается каждый день. Поэтому настоящая христианская жизнь в глазах светских людей порой кажется странной, безумной, непонятной. Настоящий человек, посвященный Богу, может казаться блаженным для практичных, прагматичных людей этого мира. И нам порой хочется как бы и Бога знать, и от мира не отличаться, чтобы они не подумали, что это про нас, не то чего-то. Но так порой не получается. Нужно делать выбор, кому ты хочешь угождать. Людям этого мира либо Богу. И вот мы идем, мы идем, мы идем. И Бог и говорит к твоей жизни. Что Он говорит? Гал-гал, иди туда, за Иордан. иди. Иди. И именно там, в Гал-гале, там дальше об этом написано, у них произошло обрезание. Обрезание крайней плоти у всех мужчин. То, что в Новом Завете сравнивается с обрезанием сердца. неслучайно Павел говорит, что дух и плоть противятся идти к центру, возможно, только обрезывая плоть. Только когда ты побеждаешь духом дела плотские. когда у тебя духовное в приоритете. Не дух, не Бог служат твоей плоти, твоим амбициям. Люди часто хотят и веру направить для своей гордости, для своего эгоизма. Кто не хочет благословений? Кто не хочет сверхъестественных вещей? Кто не хочет исцелений? Кто не хочет финансового изобилия? Да все хотят, спроси, у любых там на улице людей, все хотят. То, что ты пришел, ты хочешь исцеления, благословения, финансового процветания, это не говорит о твоей духовности. Бог, конечно же, он благословляет, но Бог говорит, твое сердце не должно быть в этой внешней жизни. Твое сердце не должно быть в этой внешней жизни. Твое сердце должно быть в центре, там, где он. Духовная жизнь должна быть главным течением. Тогда ты именно находишь мир, находишь покой, находишь гармонию и находишь радость. радость. И ты можешь радоваться всегда. Радость, которая является результатом духовной жизни, отличается от эмоций. Да, в этом мире тоже люди могут радоваться, смеяться, там, вышел Петроссан на сцену, зал хохочет, почитаешь новости, плачешь. Эмоции, они нестабильны, то радость, то печаль, то восторг, то тоска. Пришел в церкви, все хорошо, поговорил с родными, в депрессии, послушал проповедника, радуешься, поговорил с соседом, злой ходишь. Как жить вот в этой радости? Радость, о которой Павел говорит, плод духа, любовь, радость, мир, да? Только как духовная жизнь, потому что эмоции, радость, как эмоция, отличается от радости, как плод духа. Эта радость, как плод духа, она не проходит через пять минут, потому что эта радость зависит от твоего отношения с Богом. И что бы там не было вокруг, вовне, какие бы там не были бы катаклизмы, ты все равно радуешься, и у тебя все равно мир. Писание говорит, вот некоторые верующие, они очень любят вот такие, на позитиве все было, все будет классно, такие позитивчики. Библия говорит, не будет ничего классного. Библия говорит, в последние времена будет тяжко. Вот что говорит Библия, тяжко будет, и будет все хуже, и хуже. Скажи, что-то плохо стало, ну, все по Библии, скажи, пастор, а в 17-м году еще хуже будет. С приходом Христа будет тяжкая ситуация, написано, войны будут, все больше, да, катаклизмы будут, все больше, да, так же происходит. Библия об этом учит. Пойдет народ на народ, царство на царство, включай новости, вот Библия об этом и говорит. Что странного, Библия об этом говорит, а мы будем молиться. Молись, но войны будут все равно. И там дальше написано, и по причине умножения беззаконий во многих охладеет что? Любовь. Если твоя любовь это лишь эмоции, то сталкиваясь с негативными вещами, ты легко ее потеряешь. Но если твоя любовь это плод духа, Бог есть любовь, и ты живешь с Богом, ты наполнен Богом, то что бы ни было вокруг тебя, ты не перестанешь любить. Понимаете? Если радость плод духа, какие бы известия не были, ты все равно радуешься. Все равно радуешься. Если мир у тебя это плод духовной жизни, тогда какие бы ни были там конфликты вокруг, у тебя все равно мир внутри, потому что этот плод духа. Понимаете? Поэтому ты в этом мире, но не от этого мира, потому что этот мир живет внешними вещами хорошо, они радуются плохо, ненавидят. А ты живешь здесь, что бы не было, ты радуешься всегда. У тебя мир всегда. Почему? Да потому что Бог всегда. всегда. что бы ни было, Бог всегда, а ты зависишь от Него. И ты скажешь, пастор, а как бы зависеть от Бога, а не от окружающей меня жизни? Гал-гал. Вот что Бог говорит твоему колесу. Повернись ближнему и скажи гал-гал. гал-гал. Обрезай плоть, двигайся в дух. Гал-гал. Вот она обетованная земля. Вот почему, заметьте, все мы сталкиваемся с похожими вещами, с похожими трудностями, проблемами, а реагируем по-разному. Правда же? Поговоришь с некоторыми людьми, вот знаете, вот поговоришь с некоторыми людьми и такое чувство, что все беды мира упали на них. Соседи у них самые плохие, родственники у них самые противные, родители у них самые черствые, дети у них самые неблагодарные, на работе сослуживцы у них самые подлые, начальник у них самый злой, водитель маршрутки у них самый смелый и быстрый. У них везде, вот понимаете, у них все самое плохое. А есть другие люди, им в жизни просто повезло. У них самые хорошие родители, у них самые лучшие дети, у них самые добрые соседи. И в маршрутках не ездят. Есть такие везунчики. И вот некоторые люди приходят в церковь, смотрят и думают, пастор, ну тебе легко рассуждать, тебе повезло в жизни. А вот ты скажи, как бы сделать так, чтобы и мне так же повезло, как тебе? Вот мне не повезло в жизни, мне помолиться, чтобы повезло. Научи такой молитве. Как вот, что нужно делать, чтобы повезло. Понимаете, вот мы в чем часто видим смысл нашей веры. Вот мне не везло, поверил в Бога, повезло. И не приходит в голову, что человек часто, которому ты думаешь, что ему повезло, он просто не рассказывает о своих трудностях. Ты скажешь, зачем рассказывать, я по его виду вижу, что трудностей нет. У него на лице написано. Понимаете, о чем я говорю, да? Мы судим, и мы не понимаем, что часто, знаете, некоторые люди, которые кажутся самыми радостными, тебе даже и не снилось те проблемы, через которые они проходят. Скажешь, почему они радуются? Гал-гал. Потому что Бог обещает быть с тобой и на горе, и когда ты проходишь через долину смертной тени. Бог обещает быть с тобой и летом, и зимой. Бог обещает быть с тобой. И когда ты связан с Ним, то даже находясь в тяжелой ситуации, ты улыбаешься, ты радуешься. Почему? Все хорошо? Он с тобой, потому что он с тобой. И не случайно еще, вы знаете, обетованную землю сравнивают сравнивают не только с благословенной христианской жизнью, но еще и с вечностью. Мы понимаем, все мы идем в вечность. И когда ты осознаешь, понимаешь, что земной путь это лишь маленькая часть твоего бытия, и после смерти жизнь не закончится. Поэтому ты понимаешь, что ты не переделаешь всех дел и ты понимаешь, что в свете вечности многое, что кажется важным, оказывается неважным. И наоборот, то, чему большинство не уделяют никакого внимания, для тебя становится центром всей жизни. Ты идешь на небо. Да, сейчас ты видишь как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но однажды наступит момент, и ты увидишь его лицом к лицу. Все закончится. Все заботы, все дела, все эти войны, курс. Слава Богу, на небесах не будет ни доллара, ни евро. Вот золото там будет написано. Ну и то в виде асфальта. Поэтому каждый раз, когда ты одеваешь красивые украшения, сережки золотые, любуйся, асфальт небес, на небе мы поэтому ходить будем, что ты вокруг шеи обмотала. И вот мы идем туда, идем туда, И когда ты это понимаешь, ты по-другому оцениваешь весь круг своей жизни. И ты понимаешь, что намного важно, намного важнее не стремиться что-то урвать, а благословить. Не стремиться чего-то достичь, а любить, быть светом для этого мира. И вы знаете, я начал с первой главы книги Экклезиаста, а хочу закончить последней главой книги Экклезиаста. Давайте откроем Экклезиаст с двенадцатой главой. И вот в самой последней главе, двенадцатая глава, пятый стих, я не сначала его прочитаю, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо под колодезь. Вот здесь в шестом стихе показаны разные древние образы, символизирующие окончание земной жизни. Разрывается серебряная цепочка, рвется золотая повязка, разбивается кувшин, и последний образ, рушится колесо у колодца. То есть обрушившееся колесо символ окончания земной жизни. И вот смотрите, седьмой стих. И возвратится прах в землю, чем он и был. А дух возвратится к Богу, который дал его. если вся твоя жизнь сконцентрирована вот на плоти, на земном, то все, чем ты живешь, все, что у тебя есть, оно станет прахом. Но есть ли для тебя дух, духовная жизнь, общение с Богом, это не просто слова, а духовная реальность, то самое главное, что у тебя есть сегодня, будет и после смерти. Понимаете? Все останется. И в седьмом стихе, в восьмом стихе Экклезиас говорит, суета, сует, сказал Экклезиас, все суета, все суета. Когда в нашей жизни вот эти всевидимые вещи, а он в течение всей книги своей разбирает разные сферы суеты, работа, знания. Экклезиас не говорит, что этим не нужно заниматься. Конечно же, мы занимаемся на земле и труд, и болезни там он пишет, и книги, но если все, что ты живешь, это только один труд, это суета. Даже культурные ценности, музыка, образование, он пишет там, утомительно для тела, всех книг никогда не прочтешь, всего никогда не узнаешь, правда же? если все, что ты знаешь, это просто информация, культура, это тоже суета. И среди деятелей культуры, среди музыкантов, не меньше плоти, зависти и амбиции, чем среди других людей, понимаете? Но если у тебя есть что-то большее, если у тебя есть центр в жизни, если у тебя есть Бог, ты ищешь Его, ты готов останавливаться, останавливать вот этот круг, когда ты видишь, что тем слишком большой, и тебя просто уже тащат куда-то вот на периферию, ты готов замедлиться, затормозить, чтобы не потерять главное, ведь в этом же смысл седьмого дня, не сделать нам обряд такой, шесть дней работы, седьмой день в церковь ходи, смысл седьмого дня остановиться, не потерял ли я главное в своей жизни, не осуетился ли я, вот в чем смысл, когда мы приходим и мы размышляем о Боге, не то, что только по воскресеньям мы о Боге размышляем, а в другие дни, нет, мы размышляем не утерял ли я в своей жизни Бога, и смотрите, один из самых уже последних стихов, тринадцатый, вот вывод, к которому пришел Экклезиаст, из-за чего часто называют его пессимистичным, пессимистичным в исследовании суеты, Экклезиаст изучил суету и радости не нашел, мира не нашел, и он пришел к такому выводу, тринадцатый стих, выслушаем сущность всего, вот главное, всего, бойся Бога, и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, то, что другими словами Иисус назвал, ищи царство Божьего и правды его, вот в этом все для тебя и для меня, этому мы должны быть посвящены, это должно быть реальным центром нашей жизни, и если ты живешь так, тогда реально твоя жизнь благословенна, потому что ты нашел сущность всего, сущность всего. И вы знаете, каждый из нас, как я сказал уже, находится вот где-то здесь, кто-то ближе к центру, кто-то ближе к ободу колеса, кто-то уже сегодня такой загнанный, просто души в тебе не осталось, еле до церкви добрел, кто-то смотрит онлайн и не добрел. И вот там, где мы находимся, часто мы придя в церковь ожидаем, Бог, вот я вот здесь, благослови меня, а Бог говорит тебе, хочешь благословения? Да, иди в благословенную землю. Не, Бог, я не хочу никуда идти, вот там, где я нахожусь, вот тут, в Египте, благослови меня, нет, нет, иди в обетованную землю. Господь, подожди, ну ладно, я пройду чуть-чуть, благослови меня, Бог говорит, иди в обетованную землю, а в пустыне, пустыня лучше, чем Египет, но все равно иди дальше, но я уже почти у самого Иордана, молодец, но нужно перейти Иордан. Устремимся к совершенству. Не будем детьми, апостол учит, достигать надо зрелости, двигайся к этому, хочешь благословения, двигайся. Не ожидай благословения, живя в суете не ожидай благословения, увеличивая темп жизни, набирая новые, новые дела, ищи Его и Его Царство. Вот в чем все. Сущность всего и секрет благословения Божьего. Поэтому сейчас просто подумай, а ты где вот здесь вот? Где ты находишься здесь? Отсюда причина твоего внутреннего состояния. Отсюда вот та радость, которая у тебя есть, тот уровень радости. Отсюда наличие или отсутствие мира внутри тебя. Все отсюда. Хочешь мира, хочешь радости, хочешь гармонии. как сказал Бог колесу Гал-гал, иди, иди туда, к центру, к обитованной земле, где течет молоко и мед. Бог подоградит. Бог Субтитры подогнал «Симон»